Всем привет! Сегодня очень серьезная для меня тема, поэтому без длинных вступлений и сразу же дисклеймер. Возможно, будут маты, так что берите наушники, а лучше не берите, вдруг я случайно начну говорить громче от эмоций. И второй дисклеймер. Да, Перпин выпустила видео про это, но наши мнения, как всегда, расходятся. Так что тут будет другая точка зрения на все ситуации и пару историй, которые подтолкнули меня к созданию данного ролика. И еще один дисклеймер. Мое мнение достаточно радикально в этом плане, и если ваше мнение не сходится с моим, то, возможно, это нормально. Но не надо меня пытаться переубедить, потому что мое мнение, это мое мнение, ауф. И я не собираюсь ни с кем сраться в комментариях, если ваш комментарий просто не подходит под мое мнение, я не буду на него отвечать. Так что без попыток развести срач, мне это неинтересно. Итак, погнали. Немного сухих фактов для людей, которые не совсем шарят про стиль и про авторские права. Если очень коротко, то авторские права не действуют на стиль. Но не спешите закрывать видео, ведь везде есть подводные камни. Дело в том, что на законодательном уровне разрешено копировать стиль автора. Но запрещено копировать его работы, то есть обмазывать поверх, плагиатить, срисовывать для продажи, например, и прочее-прочее из такого. Это законы. Но в интернете все работает немного по-другому и, к сожалению, работает лишь в худшую сторону. Как говорят диванные критики, не державшие в руках стилус, все, что есть в интернете, оно в открытом доступе, а значит, я могу брать. Ладно, вот вам мое мнение, перед тем, как я расскажу пару историй, связанных с кражей стиля и реакцией авторов на это. Так делать плохо. Нет, плохо слишком хорошее слово. Так делать просто ужасно и низко. Полностью копируя художника, вы просто показываете, что ничего не можете сделать сами. Что у вас нет индивидуальности и вы просто не в состоянии сделать хоть что-то без референса перед глазами. Сразу скажу, что речь идет о полном копировании чужого стиля. И не в тех случаях, когда вы это используете один раз для челленджа, а используете на постоянной основе. Просто, чтобы стать популярнее или вам просто нравится стиль или по каким-то другим причинам. Нет, так не делают. Да, художники берут чужие фишки, но так и получается свой стиль. Ты берешь у одного что-то, у второго что-то и так далее. И вот уже стиль, комбинация других стилей, которым никто не рисует, потому что вы сами его скомбинировали. И так делать нормально, так делает большинство и так никто не запрещает делать. Даже я не запрещаю что-то подобное. Это окей, если вы увидели что-то у меня в спидпейнте и вам это понравилось и вы решили это повторить. Это нормально, если вам понравилась кисточка и вы ее скачали, она же в открытом доступе. Это нормально, если вы увидели, что я рисую, не знаю, выбитые пряди из прически и начали делать так. Это окей. Но когда вы берете полностью чужой стиль, все-все фишки автора, все цвета из его палитры, это просто пиздец. Я максимально против такого. И скажу так, с такими людьми будет длинный разговор, слив в паблике и абсолютно везде бан. Даже Перпин вас забанит, потому что мы подруги, а она за меня. Почему же так будет? Ну, потому что это просто неуважение к человеку, к художнику. Если артир разрешает, то все окей, это его дело. Никто не будет в это вмешиваться. Если он вам разрешил, у вас есть там разрешение или просто пост, где он это написал, без проблем. Но если художник против, зачем с ним ссориться? Зачем портить себе репутацию? Ведь если он, как я, например, против и он сразу говорит, что будут проблемы, Зачем злить человека, который вам нравится? Ведь вам интересны его работы, ведь вы их копируете. Или хотя бы пытаетесь. Зачем? Я никогда просто не пойму подобного. Даже если вам и на это пофиг, типа ладно, я скопировал стиль, меня кинули в бан, насрать. Просто помните, что вы лишь жалкая копирка. Вам всегда будут писать под всеми постами, что вы воруете стиль. Сколько бы вы не банили людей, всегда найдется человек, который так напишет. И вы никогда не станете лучше оригинального художника, потому что стиль не ваш. И вы либо начнете развиваться в другую сторону и уйдете от этого, создав свой стиль. Что хорошо, но все же все еще хреновый путь для старта. Либо вы все-таки всегда будете на 10 шагов позади. Зачем подписываться на человека, который мало того, что ворует, так еще и делает это хуже оригинального автора? Я лучше подпишусь на оригинального автора. Зачем мне это? Это как вместо оригинала заказать кривую подделку с Алика. И потом смотреть, как она у тебя на полке разваливается, и ты ее выкидываешь. Кто-то скажет, что я не права. Ну и пусть, так считаю, не я одна. И пусть стиль не карается АП. Художники все еще не любят таких людей. И пишут на них сливы. И эти сливы публикуют. И это все еще портит репутацию художникам. Так что я бы на вашем месте, если вы планируете такое делать или делаете, реально бы задумалась. Вот вам, например, история одной художницы. Хёна. Популярный англ-ютубер, который рисует спидпейнты, заказы, адопты. Обитает на Девиантарте, может где-то еще, я точно не знаю. Господи, я ее копирщиков вижу просто постоянно. И все они это делают намного хуже ее. Хёну настолько достало воровство, что ей пришлось сделать пост с разрешением на использование стиля. Потому что ей постоянно жаловались на копирщиков. Ее работа то и дело вводят разные начинающие художники. Берут все, что она придумала, все ее фишки. И при этом все равно не могут ничего добиться. Мне недавно попалась реклама с такой художницей, у которой буквально в паблике в правилах написано. Да, я копирую ее стиль. И что? Будете писать про это? Просто получите бан. Без примеров, ребята. Я не за буллинг. Поэтому ни артов, ни ника. Вы можете все представить сами. Я автора узнала сразу. Дело в том, что пару лет назад ее сливали с блоги от стиля и частичную обводку артов Хёны. Она все это отрицала, но ее репутация была испорчена настолько сильно, что ее выгнали из Зина. И она только с платной рекламой смогла собрать пару калидей. И то прошло пару лет с того момента, и эта реклама висела почти две недели. Почему же на нее не подписывались люди? По-моему, здесь все очевидно. Потому что это просто очередная копирка. Таких просто миллионы. И все они делают это хуже Хёны. Вот и все. Будь это ее стиль, я уверена, что такого бы не было. И речь, ребята, не про скилл. Я ничего не могу сказать про ее скилл. Просто потому что я не знаю. В плане, что, возможно, автор и рисует хорошо. Но смысл, если мы этого никогда не увидим? Мы не можем судить о ее скилле просто потому, что она копирует чужие работы. И мне за эти три дня вылезло несколько постов с воровством стиля. И как раз поэтому я и решила записать этот ролик. Сегодня, прямо перед записью видоса, я написала популярному художнику, которого 10 тысяч человек есть. Потому что мне попалась в ленте еще одна художница, которая ее копирует. Я ей скинула просто предупредить. А оказалось, что это тупо не единичный случай. Она мне скинула еще два паблика, и я офигела. Ну, в общем-то, ее стиль на минималках. Совсем на таких минималках. Она сказала, что ей уже просто пофиг. Пусть учатся, потому что ее это уже достало. Таких людей много. И ей на них пофиг как раз потому, что им не стать популярнее ее. Им постоянно в комментариях пишут, что они копируют. И в этом она, конечно, права. Но мне реально интересно. Воров устраивает тот факт, что они не оригинальны в своих идеях и стиле? Конкретно эти художники буквально рисовали даже на те же темы, что и она. А конкретнее, та художница рисует по лиге легенд арты 18+. И те три художника рисовали абсолютно то же самое в ее стиле. Вау, очень оригинально. Ну и самое сладкое, наконец, десерт, так сказать, Перпин. Она сказала в своем видео, что она не против, чтобы ее стиль брали. И знаете что? Да, уже нашлись такие люди. Один даже тупо обвел ее арты. Но это уже немного другое. Нашелся художник, который тупо начал ее копировать. Причем буквально во всем. Он скопировал даже оформление прайса и поста. Настолько у человека нет фантазии. Мы обе офигели от этой наглости и пришлось написать ему. Потому что одно дело взять стиль, другое оформление, идею и прочее из этого. Это был буквально ее второй паблик, только чуть хуже по скиллу. И после того, как мы ему написали, он упирался до последнего. Говорил, что из стиля взял у нее только нос и колени. А остальное само как-то. А там даже обувь, сука, такая же. Нет, даже складки на шортах там такие же. У Перпин есть такая проблема. Сразу скажу, что так считает лишь она, а не я. Она думает, что не умеет делать складки на одежде и ставит их как руколяжек. Да, вы правильно поняли, человек даже это умудрился скопировать. Не понимая, что оно находится, возможно, даже и не там. Ладно, ребят, еще раз. Мне часто пишут, типа, Можно я возьму твой стиль, глаз, жопы, рук, волос? Ответ такой. Можно, но только если это что-то одно. Полностью копировать меня, моих персонажей. Я не разрешаю. Это же просто пиздец, как низко и отвратительно. Стиль ищется не так. И даже не пытаетесь меня в этом переубедить. И не надо писать про стили типа Винг. Я подписана на нескольких Вингса художников. И если мне показать их арты, я назову к дичей. Просто потому, что пусть они и похожи. Авторы делают все это по-своему. Каждый использует свою палитру. У кого-то другие глаза. У кого-то другой покрас. Кто-то рисует детали, а кто-то не рисует детали. У одного художника даже толстая талия, а не тонкая, как у Вингса стиля. Да, все это часть стиля. И когда ваш арт отличается, и его можно узнать среди тысячи похожих, это хорошо. А если нет, лучше поищите проблемы в себе, а не в других. Итак, ребят, пишите свое мнение насчет воровства стиля. Не занимайтесь подобным, пожалуйста. Рассказывайте свои истории, если у вас такое было. Надеюсь, не было. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой паблик, на мою инсту, на наш общий канал. Спасибо огромное за просмотр. Будьте зайками. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!